В научном сообществе принято считать, что наличие парниковых газов в атмосфере приводит к увеличению температуры на планете. Так, по прогнозам специалистов, к концу 20 века ожидалось потепление на 1,9 градуса по Цельсию. Но Тихий океан из-за неожиданного похолодания снизил этот результат до 1,3 градуса по Цельсию, практически на 30%. Охлаждение его в восточной части может привести к замедлению глобального потепления на планете. По словам ученых, океаны со временем должны становиться наоборот теплее. Но что же могло вызвать такое резкое изменение температуры Тихого океана? В 2022 году в результате исследования вод Тихого океана ученые пришли к неоднозначному выводу. Согласно данным, собранном в период с 1979 по 2020 годы, океан стабильно остывал на протяжении долгих лет. За 39 лет океан стал холоднее на 0,5 градуса Цельсия. Таким образом, стало понятно, что в моделях ранних лет были допущены серьезные ошибки. Согласно последним данным, Тихий океан продолжает остывать, и это положительно сказывается на всех аспектах жизни планеты Земля в целом. Эксперты утверждают, что эти события смогут предотвратить глобальное потепление, которое так долго было страхом многих научно-исследовательских лабораторий по всему миру. Скорость повышения уровня Мирового океана, она известная. Примерно 4 мм в год. И ожидается, что к концу столетия уровень Мирового океана повысится где-то от 40 см до 1 метра. Все зависит от географического положения той или иной точки. А это очень много. Это получается так, что те самые, допустим, острова и так далее, которые не возвращаются над Мировым океаном, они будут просто подтоплены. Это просто ожидается для многих, это будет катастрофой. Книжение температуры Мирового океана — это вредный фактор для животного мира, для всех тех, кто проживает в океане. Благодаря точным прогнозам климатической модели средней глобальной температуры на планете, ответ на вопрос охлаждения Тихого океана позволит спрогнозировать близкие к реальности результаты в будущем и даже изменить уже существующие представления о состоянии атмосферы земного шара. Николай Саховский, Фарид Захитоглы, Универньюз.